Каламбур Пикчерс представляют Ну, а как вам понравился прошлый выпуск нашего журнала? Очень понравился Особенно мне понравились воры Даже фразы, которые они говорили, и тем были ворованные Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие, глубоко уважаемые, Великолепно настроенные листатели нашего журнала видеокомиксов Каламбур В сегодняшнем нашем выпуске вас, как обычно, ждет очень много смешного и уморительного Поэтому я не буду задерживать ваше внимание на собственной персоне И, как обычно, переверну нашу первую страничку Итак, наш аперитивчик Продолжение следует Извините, странички залипли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас наступает черед нашей следующей рубрики А следующая наша рубрика – это ток-шоу А что нужно для того, чтобы сделать хорошее ток-шоу? Классные кричащие зрители Живой оркестр Пока еще живой Приглашенный гость и Обаятельный, привлекательный, симпатичный, остроумный, веселый и находчивый Ведущий Что такое? Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире долгожданная всеми вами программа под звуком «Ты!» Ну а для тех, кто еще не видел ни одной нашей программы, я коротко о ней расскажу. Слезали мы ее с популярной американской программы «Без тени смущения» в надежде на то, что и у нас она тоже станет популярной. Итак, в нашей программе обо всем, обо всех и любыми словами! Правда, некоторые слова в нашем шоу мы все-таки заменяем на звук. Поэтому наша программа и называется «Под звуком ты!» Ну а теперь я еще раз приветствую вас, зрителей в студии, и нашего сегодняшнего гостя. А у нас сегодня в гостях особенный гость. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Как нетрадиционное средство оздоровления». В связи с этим у меня к вам такой вопрос. А почему вы выбрали, собственно, такую очень интересную, оригинальную трактовку оздоровления? Дело в том, что раньше я очень часто болел. У меня с детства было слабое здоровье, и чуть что я сразу подхватывал какую-нибудь инфекцию. Так продолжалось до тех пор, пока я не попал в глупу нетрадиционного оздоровления организма, где я и познакомился со своей будущей супругой. Ну, расскажите, как это произошло, это интересно, расскажите. Она пропагандировала «Как лучшее средство оздоровления». Нам предлагала заниматься всем с ней, но согласился один только я. А скажите, пожалуйста, где вы сейчас занимаетесь «Как нетрадиционным»? Ну, вы знаете, один раз мы попробовали заняться «Как нетрадиционным» во дворе, на свежем воздухе. Но когда мы с супругой приняли позу «Дикой розы», на нас напали «Дикие пчелки». Я прошу прощения. С тех пор мы занимаемся дома на радость детишкам. Ну, вот у меня к нам есть такая просьба. Вы бы не могли бы вот сейчас, здесь, в студии, показать какую-нибудь позу там, ну, для начинающего. С удовольствием. Без жены. С удовольствием, пожалуйста. Только вначале я хотел бы передать привет всем людям, занимающимся... Передавайте. Люди. Привет. А теперь я могу продемонстрировать позу только для начинающих. Для одного. Это поза гудящего лотоса. Очень интересно. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Ну, а для тех, кто не догадался, я сообщаю, под звуком «Пи» скрывали слово «Йога». Ну, а с вами я прощаюсь и напоминаю, что тема нашего следующего разговора – «Пи». Ну, я, например, очень люблю заниматься *** при помощи пылесоса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 и находчивый второй пилот Дринкинс. Симпатичная и невозмутимая стюардесса. Хладнокровный и обаятельный радист Морзе, а также несравненная мисс Мурпул в роли мисс Бурпул. В сериале «Крутое пике». Как вы считаете, сэр, если я подложу себе под ноги подушку, это сможет облегчить удар? Это облегчит работу спасателей, сынок, которые найдут твои останки в наволочке. Можно войти, сэр? Кто это? Дедки кто это? Слушаю вас, дедушка. Сэр, у нас проблемы в пассажирском салоне. Мисс Мурпул нервничает и все время требует еды. Ну так дайте ей ее. Если я буду давать ей еду по каждому ее требованию, то мы рискуем к концу нашего полета не разбиться, а умереть голодной смертью. Сэр, я вас тоже предупреждаю, что если мы разобьемся, то это будет огромным ударом для моей мамочки. С чего вы взяли, что мы упадем ей прямо на голову? Жаль, что я не страдаю расстройством координации движений. Почему, Дринкинс? Потому что меня тогда бы никогда не приняли в летную школу. Ну, меня же приняли. Сэр! Сэр, но я не хочу умирать молодым. Не волнуйтесь, Дринкинс. Когда закончится этот сериал, вы уже будете дряхлым стариком. Продолжение следует. Итак, вы посмотрели очередную серию крутого пикета. И я думаю, вам будет очень интересно узнать, что же будет происходить с нашими героями в следующей серии. Итак, в следующей серии вы увидите... Секундочку. Где моя ручка? Кто-то может дать ручку? А-а-а! Не эту ручку! А-а-а! Вон! Где я? Вон отсюда! А-а-а! А-а-а! Идиот! Вон! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 А теперь вам очень нужно В журнал «Каламбур» полистать Там и клоуны, там и комики, там и шутки, там и комиксы Смеха и веселья полный дом Если вам улыбок не хватает, хе-хе То смотрите выше днём Наконец весной, когда снег тает Всё цветёт и начинает петь Вот тут уж точно вам не помешает Журнал «Каламбур» посмотреть Потому что там и клоуны, там и комики, там и шутки, там и комиксы Чекухи веселый арсенал Распишит в любое время года Видеокомиксов журнал Смотрите дальше Смотрите дальше И оставайтесь с нами Не переключайтесь Мы будем вас смешить и развлекать О да! Мы будем вас смешить и развлекать МВВ, МВВ Приносит настроение МВВ, МВВ Приносит настроение МВВ, МВВ